МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С доставкой на дом волонтерская акция «Мы вместе» набирает обороты. Салат, майонез, лук, кефир, картошка. Осталось нам теперь зайти в аптеку за лекарством. Из-за пандемии подъезды десногорских домов тщательно дезинфицируют специальными веществами. Обрабатывают входы, поверхности, лифты и перила. Справляются ли управляющие компании с увеличившейся нагрузкой – далее в сюжете. Ежедневная утренняя планерка УМУК ККП начинается с новых, но уже привычных инструкций. Задача руководства, помимо прочего, абсолютное здоровье персонала. Только в этом случае коллективы приступают к своим прямым обязанностям. Задача ставится в основном – это дезинфекция подъездов жилых домов, уборка полностью дезинфицирующим веществом лестничных площадок, лестничных маршей. В период повышенной противоэпидемической готовности традиционный инвентарь усиливает специальный раствор. Он и становится главным оружием в борьбе за чистоту. Это хлорамин Б, трёхпроцентный. Мы развели вот в этой бочке, потом разливаем по вёдрам и идём работать. Безопасным и действующим дезинфицирующим средством обрабатывают все поверхности в местах общего пользования жилых домов с первого по последний этаж. Ручки входных дверей, перила лестниц, почтовые ящики, кнопки лифта. В ведении сотрудников МУП ККП почти 300 подъездов Десногорска. У нас контроль со стороны мастеров, меня лично и отчёты за каждый день выполненной работы. Нарекания, которые поступают или обращения, не остаются без внимания, ни одно обращение. Такие же задачи, но уже на своём участке в четвёртом микрорайоне у компании «Смоленская АЭС-сервис». Там также изменили методику работы. Ежедневная влажная уборка дополнилась регулярной, несколько раз в день, обработкой поверхностей. Ежедневно протираем ручки дверные, кнопки лифтов, перила, поручни. То есть все те места, где возможно прикасание людей руками. Чистоту этих самых мест и в целом качество уборки оценивают специалисты санитарно-эпидемиологического надзора. Их внезапный визит сводится к дотошному осмотру конкретных, заранее неизвестных подъездов. Мы прошли сейчас по подъезду, посмотрели, визуально оценили качество уборки. Проведена не только влажная уборка с применением Д-средств, но ещё и дополнительная обработка из пульверизатора Д-средствами. Эти же специалисты, помимо самих жильцов, выносят свой вердикт каждой управляющей компании. Методы воздействия при некачественной работе от предписания до штрафа. Собираемся тогда писать уже на руководителя управляющей компании письмо. Если мера не будет принята, тогда будет мера административного воздействия. В нынешних условиях пандемии деятельность управляющих компаний приобрела и новый смысл. Теперь это реальный барьер для распространения новой инфекции. Но такая работа не отменяет и правил для горожан. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ Волонтеры на страже спокойствия пожилых людей Десногорска. Это подтверждает и акция «Мы вместе», которая набирает обороты день от дня. Новый день – это новая задача для волонтеров Десногорска. Общероссийская акция «Мы вместе» прижилась в Атамграде с первых дней ее проведения. У нас заявка от бабушки, которой 83 года, естественно, она находится в зоне риска, и ей нет возможности выйти из дома. В условиях предписанной самоизоляции пожилым десногорцам стало особенно непросто. В их числе и Лидия Петровна. В свои годы на улицу она выходит нечасто, а походы, например, в магазин, становятся настоящим испытанием. Я вам позвоню, как мы будем подходить опять. Когда помочь не могут родственники, помогают волонтеры. Вот и в этот раз в их руках очередной список предстоящих покупок – продукты и кое-что из аптеки. Суть акции «Мы вместе» – покупка и доставка продуктов и товаров первой необходимости тем, кто самостоятельно сделать это не в состоянии. Давайте еще раз пройдемся по нашему списку. Хлеб, салат, майонез, лук, кефир, картошка. Так, осталось нам теперь зайти в аптеку за лекарством. Идем на кассу. Порой невыполнимая задача для пожилого человека – вопрос нескольких минут для волонтеров. И вот покупки, согласно списку, уже у Лидии Петровны. Их передача в строгом соответствии всем мерам эпидемической защиты. Я отдаю вам вашу сдачу. Вот она. Облегчить свой быт в нынешнее непростое время более чем реально. В Десногорске такая помощь на расстоянии телефонного звонка. Я еще раз хочу обратиться ко всем жителям нашего города, особенно, которые находятся на самоизоляции. Прошу вас, не бойтесь обращаться в волонтерский штаб. Звоните на единый номер, если вам нужна помощь. Телефонный номер волонтерского движения – 8 800 200, ровно, 34 11. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде, 10 апреля в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Температура днем плюс 9, ночью плюс 3. На этом выпуск завершен. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok